Динамо Капитанов команд Игра началась Динамовцы, а не в белых футболках, пытаются сразу же прорваться к штрафной площадке команды ЦДСА Однако защита армейцев отражает атаку Следует наступление на ворота динамовца И вот уже вратарь Яшин вступает в игру Встреча на кубок, где не может быть ничейного результата, всегда встречаются острыми атаками Теперь в напряжении вратарь армейцев Розинской Бьёт Шабров, но капитан армейцев Петров перехватывает мяч Подача вперёд Мячу центрального нападающего Фёдорова Ставили стремительная атака армейских футболистов Нужно бить Удар Гол Это Агапов точно пробил в угол ворот И открыл счёт 1-0 пользу ЦДСА Пропущенный мяч заставляет динамовцев активизироваться Ведь теперь для того, чтобы выиграть встречу, нужно забить два гола Динамовцы настойчиво атакуют В игре Ильин Он на штатной площадке Защитник Перевалов пытается отбить мяч Но им вновь завладевает Ильин Передача Байкову Брыжкину Удар схода Гол Ответный гол в ворот армейцев 1-1 Водушевлённые успехом динамовцы продолжают нападать Армейцы стойко защищаются Игра становится острой Можно сказать, даже слишком острой Шабров хорошо передаёт мяч своему игроку Мяч полузащитника Байкова Удар В великолепнейшем броске Розинский забирает мяч Он выбивает его в поле Теперь наступают армейские футболисты Идёт 33-я минута финального матча Армейцы атакуют очень настойчиво Защита динамовцев с трудом сдерживает татист Мяч Геляева На штрафной площадке Его сбивают в стол Это глупое нарушение правил Судя Латышев вполне справедливо назначает 11-метровый штрафной удар Будет бить Агапов Гол Первая половина матча Заканчивается в пользу армейских футболистов Со счетом 2-1 Вторую половину матча Динамовцы проводят без одного игрока Судя Латышев удалил с поля За допущенную грубость вратаря Яшина В ворота динамовцев пришлось стать Одному из игроков команды Вот он, это полузащитник Байков Одна из атак армейцев инфидирована Динамовские футболисты действуют очень энергично Бразинскому часто приходится вступать в игру Динамовцы задают опасный момент в районе воро армейцев Однако все их атаки не приносят результата Счет до конца матча остается без перемен 2-1 Таким образом, Кубок Советского Союза по футболу Четвертый раз завоевал сильный коллектив футболистов Центрального дома советской армии Кубок Советского Союза Кубок Советского Союза Кубок Советского Союза